Вас, как журналиста, медийную личность, волнует то, что происходит с женщинами в Кыргызстане. Участились случаи насилия, мы стали больше об этом говорить, писать, и, к сожалению, пока картина не сильно меняется, но, по крайней мере, мы начали об этом говорить в открытую. Да, вы совершенно правы. Согласно статистике, Кыргызстан третий раз подряд занимает первое место в Центральной Азии, как самая опасная страна для женщин, к сожалению. Не уверен, что в других странах Центральной Азии ситуация лучше, просто у нас, наверное, СМИ более часто стало говорить, общество более прозрачное, и многие начали выплывать наружу, но, тем не менее, тенденция очень тревожная. Я бы сказал, вопрос семейного насилия у нас перерос в категорию национальной безопасности, потому что, если так будет продолжаться, то под угрозой судьба целой нации. Я совершенно не преувеличиваю, потому что мы совсем недавно сняли большое фильм-расследование, называется «Изрезанные души. Домашнее насилие в Кыргызстане», и очень глубоко эту тему изучили. Сделали интервью со многими респондентами, попытались узнать причины, почему такой всплеск, и что нужно для этого делать, и выявили огромную массу проблем, и почему этот вопрос у нас не решается. Изначально мы задались вопросом, почему в Кыргызстане, крыгызский народ является носителем кочевой демократии. Всю жизнь у нас женщины были уважаемыми, почитаемыми. И во всей Центральной Азии только у крыгызов были женщины-правители. Всегда принимали участие в формировании общественно-политической повестки дня. Это и Курманджан Датка, это и Каныкей, и Чирды, и Кассайкал. То есть вся наша история, эпосы, все связано с женщинами. В какой момент так получилось, что вдруг крызы стали такими насильниками, поборниками мужчин против женщин? Мы выявили массу проблем. Одна из проблем, естественно, отсутствие должного образования. Вторая проблема, мы взяли самые громкие кейсы. Когда сотрудник 9-го управления ГКНБ убил женщину и двух ее детей. Вопиющий случай с отрезанным носом и ушами. Убийство Бурулай. Ну и все эти кейсы мы посмотрели. И все вот эти насильники оказались примерно одного года рождения. С 85-го по 88-й года. И мы эту закономерность выявили и поняли, что это связано с тем, что союз развалился. И многие родители уехали в миграцию. И детей оставили бабушкам, тетям, дядям. В общем, тем людям, которые, к сожалению, не дают то полное воспитание, которое дают родители. И у них не было формы модели семейного поведения. Они видели насилие у себя в семье. Каждый ребенок видел насилие в семье. И это смоделировало свою семью. Второе, к сожалению, это связано с излишней арабизацией. Не путать с традиционным исламом. Традиционным исламом женщина тоже почитаемый человек и очень уважаемый, который совсем нельзя трогать. А вот с этими неформальными течениями ислама, по которому женщина является не больше, чем вещью, которая должна просто быть вещью для мужчины, обслуживать его. И только на этом ее роль заканчивается. Вы про закрытые группы сейчас говорите. Да, про последователей нетрадиционных групп ислама, которые исковеркали религию и по-своему трактуют. Каждый из них по-своему трактует. И третье, это абсолютная безнаказанность, огромные пробелы в законах. Мы побеседовали с сотрудниками МВД, они говорят, что у них нету достаточных форм реагирования, законных форм реагирования. Например, муж побил жену. Сейчас по нынешнему законодательству суд, только суд может его лишить, ну, сделать ему административный арест. Раньше, если милиция сама, вот, муж побил жену, его сразу посадили на 15 суток, то сейчас оказывается только суд. Суды завалены делами, она жалуется в милицию, милиция передает в суд. Суд только через 30 дней принимает решение об административном аресте. За 30 дней они уже помирились, уже сидят дома, пьют чай, приходит в милицию. Вот суд решил вас арестовать. Он по-новой обозлился. А, вот, оказывается, этот, и по-новой этот скандал. То есть оперативного реагирования нет. И самое главное, общество само не задействовано в том, чтобы снизить насилие в семье. То есть в селах Аксакалы, уважают там депутаты местных кенешев, да. Те, кто имеет авторитет, должны постоянно проводить вот эту работу. Говорить, что нельзя заниматься семейным насилием. У нас одна жертва говорит, меня муж выволакивает на улице, избивает при соседе, и целая улица стоит и молчит. Просто как будто ничего не происходит. Ни один старейшина не подошел, ни один сосед не подошел. Ой, что ты делаешь? Нельзя, ты что? Это же жена, мать твоих детей. Просто полное безразличие. И вот общество не участвует в этом образовательном. И последнее, это отсутствие психологов. Это, наверное, везде такая проблема. И среди наркозависимых, и среди семейного насилия, когда вообще по закону у нас, когда насильник попадает в место изоляции, к нему должен приходить психолог и с ним разговаривать. Ему говорить, почему ты это сделал, выявить его какие-то травмы, объяснить ему, что это нельзя. Ну, провести полноценную беседу. Ничего этого не делается, все пущено на самотек. Вот сейчас две главные вещи, которые у нас в обществе надо обратить внимание, это семейное насилие и детская наркомания. Это вопрос национальной безопасности. Я уверен, если Госкомитет нацбезопасности, он сейчас занимается всем, абсолютно всем, чем можно, обратить на это внимание, во главу угла поставит борьбу с семейным насилием, то какие-то положительные тенденции должны пойти. Я вот уже через соцсети, через свои издания призывал, чтобы высшее политическое руководство страны на это обратило внимание. И вот когда мы говорим о насилии, часто вся ответственность как-то оказывается у женщин. Женщины должны были вести себя так или иначе, женщины должны были своих сыновей воспитать так или иначе. Хотелось бы спросить у вас вообще, что должны делать отцы мальчиков, в чем их ответственность, чтобы их сын вырос адекватным, чтобы он не был насильником, чтобы он уважал людей и женщин наравне в целом. Потому что у большинства людей есть такое внутреннее отношение к женщинам, что женщина чем-то хуже, ниже. Ну, муж сказал, сделай. Вот это же с детства семьи идет. Да, вы абсолютно правы, что такая тенденция есть. Например, мы выпустили интервью одной из пострадавших, и она набрала огромное количество просмотров, но больше всего нас опечалило это комментарии. В комментариях все пишут, ты сама виновата, должна была так себя вести, так себя вести. Муж ее избивал каждый день, чем можно, молотком, вилами, все, что под руку попадется. Вообще страшная история. И в комментариях, более тысячи комментариев написали, что женщина сама виновата. Это просто вот уму непостижимо. Что должны делать отцы мальчиков, в первую очередь матери мальчиков. Я вижу тревожную тенденцию, когда мать воспитывает дочь, и сына, и уже тогда прививает дочери такую риторику. Он не должен за собой мыть посуду, он не должен помогать по кухне, это все должна делать девочка. Ты должна обслуживать своего братика или брата. Уже там модель семьи показывает, что она уже прислуживает человеку. Но так не должно быть. Должно быть равномерное распределение труда. Покушал, помой посуду, от этого ничего не случится. Я, например, в детстве вырос и сам за собой мыл посуду. И ничего, в этом ничего нет такого. А отцы мальчиков, что они должны делать? Вот я говорю про матерей, которые должны вот эту модель, конечно, убрать. У меня очень у многих знакомых. Отцы мальчиков, безусловно, должны воспитывать в стиле уважения женщин. Говорить, что вот есть мать, есть бабушка, есть сестра. Это самое. Что касается ответственности матери, что она будет нести ответственность, уже неправильно. Но в семье несут ответственность оба. И нет такого, что мать виновата, что там не воспитала не такую дочь. Нет. Ну, нужно воспитывать, конечно, чтобы умело очень многое. Это не только в семейной жизни. Это вообще в жизни пригодится. Очень много разнообразных профессий, умений и всего. И не надо там говорить, что ты несешь ответственность только за то, что она не умеет посуду мыть. Нет. Про общественное настроение, которое накладывает вот эту ответственность на женщин. И они такие ходят, если дочь что-то не умеет, значит, я плохая мама. Вот в этом проблема. Коллективная ответственность. Ну, что такое коллективная ответственность? Почему мы должны оглядываться на коллектив? Каждый строит свою семью, и отсюда надо начинать свой путь. И ответственность лежит одинаково на отце и на девочке. Теперь касательно чужих девочек. Да, конечно, это после того, как в семейной модели мальчик увидел это, потом, естественно, это перекладывается на одноклассниц, в детсаду, во дворах, на девочек, что нельзя обижать, нужно, наоборот, защищать, нужно уважать, что нету, нету такого же, что там, как ты к мальчикам относишься. Вот у меня, например, дочь дружит исключительно с мальчиком. Ну, так получилось, что во дворе у нее мальчики, и они там между собой дерутся, и всегда, когда до нее доходят, ой, эта девочка там надо, нельзя бить, нельзя пинать, нельзя руку поднимать. Вот такое отношение, когда их отцы правильную модель поставили. Поэтому, конечно, и к чужим девочкам, и вообще, в принципе, девочкам такое воспитание нужно прививать. А конкретно, что отцы могут сделать? Вот мне кажется, сказать сыну, типа, ну, не бей девочек, этого мало. Больше, наверное, своим каким-то примером показать. Проблема отцов в том, что они постоянно находятся на работе, когда приходят с работы, постоянно находятся в своих гаджетах, и не ведут диалог с детьми, что с девочками, что с мальчиками, поголовно сейчас, да? Если раньше был телевизор, то теперь сотовый телефон. Нужно разговаривать. Хотя бы, понятно, что невозможно проводить постоянно с детьми из-за того, что там и работа, и все такое, но хотя бы раз в неделю, в полноценные выходные, вот просто отложить его гаджеты, свои гаджеты, и просто разговаривать с ребенком по душам. Второе, естественно, это моделирование собственной ситуации, когда на своем примере показываешь, ну, это так банально как бы не звучало, но, конечно, отсюда уходит. Как я сказал, все жертвы, точнее, все насильники видели насилие в семье, что отец бьет свою мать, а это моделировали на свою семью. Вот все, мы опросили пять, по-моему, самых таких жестких кейсов, во всех пяти жертвы сказали, что их мужья выросли в таких семьях. Когда отец ребенка говорил, ты никто, женщина, ты никто, ты ничего не можешь, ты должна как вещь быть. Поэтому, конечно, собственная модель. И третье, конечно, это образование. Это образование, это книги, это специализированные, да, какие-то ролики, фильмы, в котором показывают, в чем роль мальчика и в чем вообще модель счастливой семьи. Как сделать так, чтобы ни ты не сломал семью и ребенка своего не сломал. Да, учить и показывать это своему сыну. Вот это, конечно, задача отцов. А вот задача отцов девочек, что вот по-вашему могут родители девочки, в частности отцы, сделать для того, чтобы их дочь выросла счастливой, свободной, независимой, чтобы она не позволяла в отношении себя насилие, чтобы она понимала, что вот если на нее поднимают руку, что это ненормально. И чтобы какую-то опору имела, что ли, в будущем, чтобы вот она доверяла миру этому, но при этом она понимала, где нужно ему противостоять. Опять банальную вещь скажу, что, конечно, отец должен показывать собственной модели, как он относится к маме. Но что меня смутило в последнее время? В случае в Казахстане вот с Вишенеевым, да, показал, что когда девочка растет в полноценной счастливой семье, она не может разглядеть насильника. Она думает, что весь мир, как ее отец. И это тоже упущение оказывается. То есть до этого я всегда думал, что если же девочка вырасти примерным отцом, она тоже будет моделировать на мужа. Да, будет моделировать, но не всегда это хорошо, потому что, оказывается, вот она не рассмотрела в нем убийцу. Думала, что такой же, как отец. И такая трагедия случилась. Поэтому мало только показывает свою модель. Надо во-первых, установить доверительные отношения. Сказать доча, что бы ни случилось, что бы ни случилось, ты должна сказать мне. Я, например, со своей дочей не только отец, я ее очень близкий друг. Почему? Потому что, опять-таки, вот те жертвы, с кем мы беседовали, им всем, отцы и матери, открыто сказали, что не возвращайся домой, мы тебя не примем. Муж тебя бьет, это твоей семьей терпи. И на этом они никуда не обращались и просто вынуждены были терпеть. В конце оказались в кризисных центрах. Ни у отцов, ни у матерей в кризисных центрах. Поэтому при первом же признаке насилия, не обязательно даже физическом, даже моральном насилии, надо отцу говорить. И второе, это отец должен, конечно, учить, что в жизни бывает разное, что не только мир не состоит из всех, как твой отец, или мир не состоит, как те мальчики во дворе. Бывает разное. Надо к этому учить уже сейчас. Говорит, что как только появятся первые признаки насилия, нужно сразу уходить. Это вот прям золотое правило, ошибку, которую допускают все. Думают, ой, здесь эмоция, ой, здесь был пьяный, ой, здесь я его сама довела, в следующий раз не будет. Нет. Один раз поднял руку, все. Считай, это потенциальный убийца. Поднял руку, потенциальный убийца. В конце концов, или сделает инвалидом, или убьет. Как только первые признаки насилия, значит, у него проблемы. Он это допускает. Он перешел эту грань, это как наркотики, он уже не вернется сюда. И это тоже нужно объяснять. Нужно постоянно образовывать девочку, обучать ее, что она должна быть сильной, независимой, что она должна уметь постоять за себя. Она не должна быть забитой. Но когда женщина независимой сильно себя ведет, тогда мужчины уже этого не допускают. Как бы это уже из практики моего прошлого в правоохранительных органах, мужчины не старались бравировать, показывать, что они сильные, подавить, нет, в душе все они трусливые, и при малейшем показании независимости женщины они сразу будут назад. Поэтому надо всегда себя вести, не грубить, не хамить, но свое мнение отстаивать. Вот эта задача отца, помимо своей модели, это установить доверительные отношения и воспитать сильную девочку, которая умеет отстаивать свои принципы и говорит, что мое мнение тоже важно, не менее важнее твоего мнения в участии в семье. Если этого добиться, я думаю, тогда проблем будет, конечно, меньше. А вот сколько лет вашей девочке, потому что, наверное, нас смотрят родители девочек, им будет полезно узнать, с какого возраста как начинать это строить, потому что это за раз не получится. И один разговор думаю, тут не сильно сыграет роль, это нужно годами выстраивать такие отношения и прививать своей дочери вот такую силу, скажем. Конечно, любые семейные отношения это огромный труд. Это не так, что женился, родил детей и у тебя счастливая семья. Нет, это кропотливый, тяжелый труд, потому что у всех у нас характер, у всех у нас перепады настроения, все мы там, ну где будем вымещать, на чужих не выместишь, все приносим домой. Поэтому, чтобы выстроить модель счастливой семьи, где твои дети будут сильными, независимыми, это гигантский труд, это каждодневный кропотливый труд, когда ты жертвуешь собственными эмоциями, жертвуешь гаджетами, жертвуешь свободным временем и просто это вкладываешь в детей, жертвуя собственным временем. Моей дочери семь лет, у нас доверительные дружеские отношения начались как только у нее, там это наверное с четырех с пяти лет начался, ну такой, как сказать, первый разум, когда уже начала понимать, различать, да, что как-то. Когда можно было уже на диалог какой-то осознавать. Да, уже когда можно было идти на диалог, уже тогда началось, да, уже тогда мы вот разговариваем, что у нее в школе, как у нее там друзья ведут, как, точнее, с детсада все началось, какие-то разборки в детсаде у нее были, потом в школе первая оценка, первая радость, все это мы встречали вместе. Потом, ну может быть, я не знаю, я немножко идеализирую, но это лично моя, лично моя позиция, когда я, ну я, например, всегда стараюсь что-то там в зарубежной командировке ей привезти, сделать приятный сюрприз. Просто необязательно в праздники принести цветы ей и маме, да, и показать, что вот мое внимание такое, да, и просто вот вот там куда-то вышел купить какую-то книжку, купить что-то интересное, да, чтобы она почитала, узнала, да, ну такое повышенное внимание к дочери, вот, и все это привело, но это надо, чтобы исходило от души. Все мы любим детей, и мы должны их любить, ну вот, просто вот от души должны исходить. Вот мы, как журналисты, да, постоянно бьемся над темой сексуального образования. Ну оно звучит, конечно, так, но это очень важно, да. Скажем, больше полового, да, воспитания. Полового воспитания, да, вот об этом говорим, и тут же вот противодействие вот какой-то маргинализированной группы, которые говорят, что это там шаблоны запада, что там мы продвигаем какие-то нетрадиционные ценности, абсолютно не разобравшись в сути, и министерство образования, например, не может принять полноценного решения только на вот этом хайпе. Хотя весь мир, прогрессивный мир уже к этому перешел, потому что, ну мы родители, мы не педагоги, и в воспитании ребенка должны принимать участие не только мы, это и учителя, это и психологи, это профессионалы своего дела. Мы только можем показывать модель и давать свой опыт, который мы имеем. Это хорошо, если папа журналист или милиционер, который это все видел, а многие отцы многого не видели, им нечего какой-то опыт передавать. Как вы говорите, они не понимают даже, а зачем про это говорить, это же и так понятно, что это плохо, не понимая, что надо гораздо глубже копать. Поэтому это должна быть комплексная работа. Одна из тех работ, которые государство должно сделать, это половое воспитание. в школах уже там объяснять им по каким признакам выявляется насильник, например, какие модели, формы поведения у них, какие первые признаки. Это же все наука, это все доказано, это все по уму делается. Поэтому я считаю, что государство должно сделать такой политический шаг, потому что, я еще раз говорю, это вопрос национально безобразия. Вот с такими темпами, реально, если мы вот, вот сколько у нас кейсов было за год, да, и с Бурулай, и с с отрезанными ушами, и вот убийство беременной, и вот там, в общем, не хочется все это говорить на этот, чтобы лишний раз, но до сих пор это все продолжается, до сих пор это продолжается. Это не решить только вопросом общественной резонанса, нужен научный подход, поэтому, я думаю, государство такой шаг должно сделать. И если оно не сделает, конечно, задача тогда родителей усиливается, образовывать, самообразовывать это, да, может быть, может быть, нужно, я не знаю, находить каких-то педагогов, и вот как мы отдаем на английский язык, как мы отдаем на пение, или, я не знаю, или на дайквондо, точно так отдавать педагогам, которые будут объяснять им о особенностях семейной жизни, об особенностях полового воспитания, ну, вот такое. В общем, образование должно быть полноценным, и все мы должны принимать участие в этом, не только родители. Продолжение следует...